Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Признаться, пик подобных свитеров с застежкой, которая не сплошная, доходит примерно до середины изделия, пришелся на прошлый год, на прошлый сезон. Но я не успела стать счастливой обладательницей подобного свитера и очень хочу купить себе подобные в этом сезоне. В любом случае, они до сих пор еще в моде, в тренде, их предлагают. Если у вас есть, носите с удовольствием. Если нет, возможно, стоит позаимствовать из мужского гардероба. Если мы посмотрим видео трехлетней давности, где я делала подобные обзоры, мы увидим, что рубашка либо блуза рубашечного типа под свитер, либо, как в данном случае, под жилетку, это очень стильный и, по всей видимости, распространенный способ утеплиться здесь, в Италии, встречается очень часто. Почти стерлась грань между пальто Тедди и всеми вариациями на эту тему и также искусственной шубы. Последнее похоже на пальто Тедди, а пальто Тедди, если не говорить об аутентичной модели от Max Mara, которую мы сейчас видим с вами на витринах, очень часто похоже на все-таки искусственную шубу. И понять, что это перед нами, очень сложно, если не принимать во внимание кровь. Все-таки искусственная шуба в этом сезоне чаще всего имеют пояс, а пальто Тедди по-прежнему его не имеет. Сейчас перед вами пальто уже из круизной коллекции Max Mara, и Max Mara продолжает делать ткань Тедди все более и более популярной. Огромное количество аксессуаров из этой ткани выпущено, и очень многие марки подражают Max Mara, и также предлагают и выпускают большое количество обуви, так или иначе, с отделкой, напоминающей знаменитую ткань Тедди. Это и также сумки, это головные уборы, это варежки и различная отделка. Перед нами уже весенняя коллекция, и все традиционно для Max Mara. Свитшот либо свитер с круглым вырезом, плюс шорты Max Mara очень любит и часто предлагает нам на витринах эту формулу. Круизная коллекция. Здесь все тоже достаточно традиционно, помимо, наверное, вот такого новшества, именно жакета-жилета, как вы сейчас видите на экране. В целом, можно говорить, что все остальное, ну, практически не изменилось. И шорты мы с вами уже видели, и вот такой костюм с жилеткой и с заужающимися книзу брюками тоже мы с вами видели. Max Mara очень традиционно в своих силуэтах, но при этом именно в этом сезоне я заметила, что Max Mara больше не выглядит слишком возрастной, ориентированной на покупательниц с определенным достатком, и, соответственно, как это бывает в Европе определенного возраста. Более того, Max Mara очень помолодела, предлагает действительно молодежные силуэты, молодежные аксессуары, и в этом сезоне именно коллекцию Max Mara я нахожу одно из самых интересных, представленных на рынке к продаже. Очень много действительно красивых образов, есть с чем вдохновиться, и, безусловно, красивые качественные вещи. В качестве основного приема, использованного при оформлении данных образов, можно выделить, конечно же, один цвет, и все вещи подобраны в этом цвете. Но я также вижу так называемое наслоение, посмотрите, одно под другое, при этом слои тонкие, это значит, что они комфортны в носке. Самый красивый розовый фуксия в этом сезоне совершенно точно у Левиана Конти. Перед вами свитер этой марки, и в этой марке можно найти потрясающе красивые вещи в этом цвете. Искусственные дубленки, их очень много, фасоны самые разные, от приталенных, укороченных, до вариации на тему ретро-силуэта, длинные дубленки, все это актуально, все это носится, но чаще всего, все-таки, возможно, в силу высокой стоимости дубленки, представленные на витринах, это все-таки искусственный материал. Трикотажная база самая разнообразная, можно также отметить, что в этом году все-таки более актуально будет смотреться не гладкая вязка, а какой-то набивной рисунок. И что это будет, зависит только от вас, насколько вам посчастливится найти вариацию на эту тему, но действительно чаще всего все-таки встречаются косы. Перед вами дубленка из натурального меха. Я заметила, что дубленки из натурального меха смотрятся очень часто, как будто бы куцы, как будто бы им не хватает объема. И в этом плане визуально, безусловно, искусственные дубленки, они более пушистые, кажется, что у них более длинный ворс выигрывают. Подобные длинноворсные искусственные шубы, либо длинноворсные дубленки. Очень красиво смотрятся в формуле вот такой укороченный вариант, плюс джинсы. Обувь при этом может быть любой. Я знаю, что очень многие зрительницы против синтетики, против таких синтетических искусственных шуб, но могу сказать, что смотрятся они очень трендовые. Если раньше они действительно могли ассоциироваться с неким безденежием, когда, что называется, на натуральный мех денег не хватило, то именно в этом сезоне подобные шубы смотрятся в особенности трендово. Это не может не радовать. Редко бывает, чтобы тренд стоил недорого. И в этом сезоне искусственных шуб очень много. Их представили абсолютно все марки, от масс-маркета до люксовых. Несколько расстраивают в этом сезоне пуховики. Они выглядят очень традиционно. Возможно, в том, что касается пуховиков, сложно предложить что-то новое и необычное, но и в плане цвета все очень и очень традиционно. Посмотрите, как красиво смотрится бежевый также цвет camel со всеми голубыми, в особенности лазурными оттенками. Возьмите на заметку, если вы купите недорогой свитер цвета аквамарин, возможно, ваше привычное и поднадовешившее вам camel пальто заиграет вот действительно новыми красками в каком-то новом образе. Повторюсь, для меня открытие не просто сочетание цветов camel песочных оттенков с голубыми, а именно с голубыми, уходящими в лазурь. Нам также напоминают, что все серые цвета очень красиво смотрятся с розовым. Розовый может быть разной насыщенности и не только модная в этом сезоне фуксия, но и вот такие припыленные, так называемые, состаренные цвета и все оттенки подобного розового. Очень красивое сочетание серый плюс розовый. Обувь, посмотрите, возвращаются уги и, по всей видимости, делают это триумфально. Уги в этом сезоне, как и в прошлом, мы будем носить с трикотажной базой. Это прежде всего брюки любой ширины, любой длины, в том числе и брюки с резинкой трикотажной, безусловно, я имею в виду. Они прекрасно будут смотреться с угами, по крайней мере, нам будет так казаться, потому что наш взгляд уже к этому привык. Но и также уги будут очень красиво смотреться с широкими классическими брюками, которые могут иметь стрелки, а могут иметь просто защипы. Удивительно, но факт. На витринах мы продолжаем видеть образы с белыми джинсами, также с белыми брюками. Витринисты по-прежнему их очень любят. Но вот модниц в белых брюках и в белых джинсах стало гораздо-гораздо меньше. Можно сказать, что итальянки заменили эти брюки белого цвета на брюки какого-то нетрадиционного, не обязательно яркого цвета, но в любом случае отличного от так называемой нейтральной палитры. Перед нами витрины марки Беннеттон, и мне очень понравилось, как витринисты предложили нам носить длинный и в этом сезоне очень длинный шарф. Его можно перехватить вот так красиво ремнем. И подобную композицию можно соорудить не только поверх платья, но и поверх трикотажной базы, состоящей из брюк и свитера, поверх свитера и классических брюк. На самом деле очень красивый способ, который можно использовать в том числе в так называемом наслоении. В этом случае пояс будет играть еще один слой, добавлять также разнофактурности образу за счет того, что он гладкий и является кожаным, либо выполнен из эко-кожи. В любом случае именно ремень является самым легким способом добавить разнофактурности в образ. Все сверкает и переливается в преддверии нового года. Посмотрите, нам предлагают очень красиво сочетать, и здесь берите на заметку искусственную белую шубу, либо пушистое белое пальто, либо ткань, которая будет имитировать дубленку, либо являться белой дубленкой с люрексом и со всем, что переливается. На самом деле такой вариант, он безусловно является вечерним. Блестки и пайетки – это все-таки атрибутика вечера. Но если мы возьмем базу с люрексом или хотя бы под белое пальто, белую верхнюю одежду, наденем свитер с люрексом, который очень популярный в Италии с сезона в сезон, они представлены абсолютно во всех марках, то мы получим очень красивый зимний образ. В завершение этого обзора мне бы хотелось напомнить о нескольких очень эффективных и увиденных и продемонстрированных в этом видео способах утеплиться стильно. Первый способ – это выбирать и составлять образы в одном цвете. Второй образ – это наслоение, без него никуда. Чем холоднее становится, тем больше слоев. Но эти слои должны быть тонкими, и их должно быть видно. Это значит раскладка по рукаву, это значит рубашка, которую видно из-под свитшота, либо свитера, и так далее. Эти слои не просто должны быть, их должно быть видно. Ну и, конечно же, разнофактурность. Чем холоднее, тем больше материалов мы можем использовать. Сочетаем контрастные материалы по фактуре – пушистый, гладкий, блестящий, например, пуховик, плюс нечто матовое, например, замшевая обувь, либо замшевые перчатки. Ну что ж, мои прекрасные зрители, впереди нас ждет очень много всего интересного. На этом я с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока!